Добрый день, доброе утро. Сейчас мы поговорим о рецидивах опухоли Вилмса. Каков риск рецидива? Мы вчера говорили о первичном лечении опухоли Вилмса. И когда мы говорим о разделении больных на стандартный риск, промежуточный риск и высокий риск, что такое риск, почему мы говорим слово «риск» употребляем? Риск возникновения рецидива. То есть это слово используется при многих стратификациях при лечении больных различных на зологии. Так вот это риск возникновения рецидива. Так вот, когда мы говорим об опухоли Вилмса, у кого чаще всего они возникают уже из того анализа данных, которые делали американцы и европейцы. К сожалению, даже у больных с благоприятной гистологией возникают рецидивы порядка 15%. И самый большой процент дают больные с анаплазией, то есть это дети из высокой группы риска. Рецидивы, в принципе, они лечатся, но не все они излечимы. То есть прогноз я покажу, если брать на круг, общая выжимаемость не превышает 50%. Поэтому лучше лечить больного в дебюте адекватно, чтобы у него рецидив не возник. Я вчера говорила о том, что дети с опухоли Вилмса должны наблюдаться минимум 6 лет, но чаще всего большинство рецидивов возникают в первые два года с момента установления диагноза. То есть вот эти первые два года являются критичными для излеченного ребенка. Более половины из них возникает в первый год после диагноза. То есть чем дальше срок, тем, естественно, шансов, вернее, в можности возникновения рецидива меньше. Но, увы, описаны рецидивы, которые возникали даже спустя 25 лет после установления диагноза. Ну вот такие статистические цифры на сегодняшний день такие. Значит, где возникают рецидивы? Чаще всего это легкие иплевра. Это 50-60%. Абдоминальные составляют где-то до 30%. Это может быть ложеудаленная опухоль. Это могут быть забрюшенные лимфатические узлы печени и прочие участки брюшной полости. Когда онкологи видят возникновение опухоли в противоположной почке, это большой вопрос, относить ли это к рецидиву или это к метахронной билатеральной опухоли Вилмса. То есть на сегодняшний день скорее это второе. То есть возникновение опухоли Вилмса во второй почке, а не рассматривать это как рецидив, той, которую уже удалось лечить. Редко метастазы, рецидивы возникают в головном мозге и в костях, но тем не менее это встречается. По данным СИОПовской группы, о которой мы все время говорим, как это выглядело. Более 50% рецидивов возникали в первый год после установления диагноза. Местные рецидивы – это где-то одна треть, то есть между третьей и четвертью. Метастазы – более 50%. Здесь все – это легкие, печень и так далее. И комбинированные, которые состояли из локального рецидива и наличия отдаленных метастазов. Вот такую картину имеют больные, которые лечены по протоколу СИОП. На сегодняшний день, опять же, ситуация, по счастью, редкая. То есть не такой большой процент детей рецидивирует. Вы видели цифры выживаемости, я вам показывала вчера. И сегодня еще раз, это были американские данные. То есть опухоль излечима на 95%, если брать на круг. И речь идет не только о пятилетней выживаемости, это долговременная выживаемость. То есть рецидивы достаточно редки. Но и поэтому их достаточно сложно было классифицировать, вот так скажем, чтобы сейчас к ним был более системный подход. Так вот, все-таки собрав вместе все данные о возникновении рецидивов, то вот такая на сегодняшний день существует стратификация. Опять же, по группам риска. Значит, группа стандартного риска, это где-то треть больных, это те больные, которые при первичном лечении имели благоприятную гистологию. И в своем лечении у них было использовано только актиномицин и венкристин, без антрациклинов, без карбоплатина, топозиды и так далее, и без лучевой. И шансы на вторичную бессобытийную выживаемость у этих больных, вы видите, достаточно приличные. Группа высокого риска, это где-то половина больных, дети тоже с благоприятной гистологией, но которые лечились уже более интенсивно, то есть имевшие в своем лечении доксорубицин. И группа очень высокого риска, это 10-15%, которые имели неблагоприятную гистологию после предоперационного лечения. И, соответственно, независимо, что они получали, получали лучевую или нет, и, к сожалению, вы видите, это самая неблагоприятная группа, они называются очень высокий риск, не просто высокий, и очень высокий риск, потому что шансы на бессобытийную выживаемость эти дети имеют очень-очень маленькую. Значит, дополнительные факторы прогноза, которые влияют на ситуацию с возникшим рецидивом. Если это не один очаг, а если это множественное поражение, если рецидив возникает в облученной зоне, это лишает нас возможности использовать повторную лучевую терапию, особенно если это случилось в течение первого года. Почему-то мальчики ведут себя хуже. И очень ранние рецидивы. То есть если опухоль возникла спустя, то есть ранее шести месяцев, чем после нефрактомии, это говорит об очень резистентной опухоли. То есть это тоже относится к неблагоприятному фактору прогноза. Хотя сейчас появились работы, что этот фактор сейчас называется 50-50. Но во всяком случае для нас мы по опыту увидим, что это на самом деле очень плохо. Диагностика рецидива. Если возникает рецидив у ребенка, перенесший опухоль пьемса, и все понятно, это или ложа, или метастазы легких, то в общем, так скажем, дополнительной верификации это не требует. Хотя скажу чуть-чуть попозже. Когда мы имеем солитарный очаг, то надо начинать с его удаления. Это же и будет верификацией. Если возникают сомнения, если рецидив все-таки поздний, то есть после двух лет. Мы говорили о том, что два года основная масса возникает там. Если все-таки рецидив поздний, после окончания лечения, спустя два года, в общем, тут может быть все что угодно. Или это изолированный очаг в легких или в печени. Опять же, это тоже может быть и метастаз опухоли вилмса, или что-то другое. Вот в этих случаях показано по возможности тотальное удаление этого рецидивного узла, где бы он ни был, абдоминально ли, в печени ли, в легких ли, с тем, чтобы быть уверенным, что мы имеем дело именно с опухолью вилмса. Обследование ничем особенным не отличается, как для обычного онкологического больного, но нам нужно знать обязательно функцию контрлатеральной почки, то есть той здоровой почки, которая осталась, особенно если какие-то манипуляции проводились там, потому что от этого зависят, конечно, наши терапевтические возможности, потому что лечение рецидива намного более интенсивное, чем лечение первичного заболевания. Значит, и как раз вид лечения, объем его и интенсивность будут зависеть от того, в какой группе этот больной был изначально, то есть в какой группе риск он находился и каков объем первичного лечения был. Ну и время возникновения рецидива, опять же, повторяю, то он тоже имеет значение. Значит, все те же методы, которые мы используем для лечения первичной опухоли, используются в лечении рецидива. Я уже сказала, даже если нет сомнения, что это рецидив опухоли ВИЛМСа, и мы имеем рецидивный узел в ложе удаленной опухоли, допустим, или в лимфатических узлах, или это слитарный где-то узел, начинать надо с эфирации, то есть максимально ее удалить, и мы будем, опять же, речь идет о возможности радикального удаления. Если радикальное удаление невозможно, а какие-то сомнения есть, тогда это делается только биопсия. Далее проводится полихимиотерапия, о ней чуть позже скажу, и используется в полном объеме лучевой метод лечения. Значит, принцип использования химиотерапии при лечении рецидива, использования тех препаратов, которые не применялись при первичном лечении. Это очевидно. Ну вот здесь перечислены высокоэффективные программы на сегодняшний день, которые опробованы европейцами и американцами, но лучшей комбинации на сегодняшний день пока она не определена, но большинство склоняется, что вот варианты ICE на сегодняшний день, я вам покажу потом, какие предложения у группы СИОП есть, то есть вот комбинация этих вот альтернирующих курсов, которые используются этими препаратами, они на сегодняшний день в ходу. Значит, тестировались и продолжают тестироваться новые препараты, включая всем известную АТРУ, которую мы очень успешно используем при лечении нейробластом у детей. Вот я специально выписала, что немцы пробовали это при двустороннем нефробластоматозе, когда мы вчера говорили о том, что лечится стандартной актиномицином и венкристином, и в случае рефракторности вот казалось, что дети отвечают на АТРУ. Ну и также некоторые другие, опять же, известные при других патологиях. Но вот на сегодняшний день, опять же, это на уровне исследований, что окажется лучшим. Значит, естественно, когда возникает у ребенка рецидив злокачественной опухоли, то сейчас чаще всего встает вопрос, показанная ему трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, потому что на сегодняшний день это уже достаточно рутинный метод использования лечения больных высоким риском или рецидивных больных. Так вот, на сегодняшний день анализ литературы показывает, что точного ответа на этот вопрос нет. У кого-то есть очень приличные результаты. Тут, наверное, плохо видно на этой таблице. Но вот общая выживаемость 60-68%, 73%. То есть, в общем, есть группы, которые достаточно успешно это использовали. Но у какого контингента больных? Вот при стандартном риске и очень высоком риске ее значения в излечении больных скорее нет, а при высоком риске, то есть как бы промежуточной, скорее да. Так вот, с целью, чтобы все-таки разобраться, какова роль трансплантации гемопоэтических клеток, на самом деле не самой трансплантации, а той высокодозной полихимиотерапии, которая используется в качестве режима кондиционирования. И сейчас в стратификацию лечения это внесено. Это я скажу об этом чуть позже. Значит, относительно, опять же, различные, поскольку различные группы использовали этот метод, и различные группы использовали разные режимы кондиционирования. лучшие результаты показал один мелфалан. Видите, то есть это лучшие результаты. Добавление к мелфалану чего-либо другого не только не давало ничего, но даже ухудшало результаты, но опять же, очень-очень разнородная группа больных, поэтому однозначно высказаться сложно, но на сегодняшний день стандартом сделали только один мелфалан. И вот предложение группы СИОП, то, что будет в СИОПе 2016 года. это вот, это стратификация, о которой я уже сказала, с целевыми значениями вторичный Event Free Survival, вот такой, 80%, здесь 50% и 10%. И группы названы группа АА, группа ББ, группа ЦЦ. Ну, это я уже вам сказала, какие к ним относятся больные, исходя из объема первичного лечения. Значит, и вот что они предлагают, то есть как это будет выглядеть, я думаю, что и мы пойдем по этому пути, потому что когда возникает рецидив, всегда что делать, мечемся от одного к другому, я думаю, что вот здесь уже какая-то дисциплина присутствует. Значит, вот комбинации циклофосфан-доксорубицин, это карбоплотин и топозит, здесь циклофосфан-карбоплотин и топозит. Значит, самая, конечно, проблемная группа, это группа ЦЦ, дети из высокого риска, с неблагоприятной гистологией, которые уже получили лучевую, то есть которые получили адмаксимум уже при первичном лечении. Эта группа чаще всего дает все-таки рецидивы и, естественно, с ними сложнее всего работать. Значит, здесь предлагается комбинация Эрина Теканови и Виен Кристина, вроде показавшую некоторую эффективность именно у таких больных. Но в первую голову, видите, стоит лечение этих больных, в какие-то клинические исследования, которые могут идти на предмет лечения детей из очень высокой группы риска с такими рецидивами, потому что, может быть, там у них все-таки будет больше шансов на излечение. И в случае чувствительности рецидива к химиопрепаратам, если мы видим ответ опухоли на предложенные вот эти комбинации, то тогда делается забор где-то на шестой неделе лечения, чтобы ребенок не получил очень много цитостатиков, делается забор периферических стволовых клеток, и далее проводится эта самая трансплантация сакодозная так скажем, монохимиотерапия миофаланным режимом кондиционирования с введением собственного костного мозга. Вот такая тактика на сегодняшний день. Посмотрим, к чему это приведет. Очень надеемся, что все-таки это будет какой-то выход. Использование лучевой терапии точно такие же законы, как при первичном лечении. Использование, особенно у детей, которые не подвергались лучевой, это первая группа. Хочу отослать вас к последней работе. Это Норберт Граф, как раз руководитель протокола СИОП. Очень хороший обзор как раз по лечению рецидивов опухоли ВИМСа. А это вот та схема, которую тоже рекомендуют на сегодняшний день, но она пока не вошла в рекомендации протокола СИОП. То есть есть над чем работать всем, и нам, и нашим коллегам. Думаю, что многие причины рецидивов, которые у нас есть, они исправимы, удалимы. Потому что, как мы говорили вчера, отсутствие знаний о состоянии лимфатических узлов, когда хирург не делает биопсию лимфатических узлов при нефректомии, и патологи не в состоянии дать нам адекватную информацию, дают только информацию о состоянии почки, мы недостадируем ребенка, и вот вам источник, источник рецидива. То есть эти причины, они устранимы. То есть при грамотном подходе команды к больному ребенку есть вещи, которые можно устранить. Все, что касается биологии опухоли, потеря гетерозиготности и так далее, то, о чем сейчас будет говорить доктор Друй, это все с биологией мы бороться не можем. Но мы можем пытаться искать, опять же, совместными усилиями таргеты для лечения вот таких самых проблемных, по счастью, не многочисленных больных. Но есть над чем работать. Спасибо. Очень спасибо, Маргарита Борисовна. У кого-нибудь возникли вопросы? Да, пожалуйста. Маргарита Борисовна, спасибо большое за интересный обзор. У меня два вопроса. Первый, скорее, интересно ваше мнение. Ситуация, когда после завершения лечения нефробластомы, через какой-то промежуток времени развивается рецидив или митохронная нефробластома во второй почке. Все-таки, на ваш взгляд, какую тактику лучше избрать? То есть рассматривать это как рецидив и, соответственно, идти об фронт операции, потом смена химиотерапии на те препараты, которые первично не использовались, то есть рассматривать это как вариант рецидива, или все-таки рассматривать этот вариант как митохронную нефробластому и лечить уже с позиции нефробластома, то есть сначала внеадюванте, химиотерапию, потом нефрактомия и так далее. Ну, понимаете, опять же, зависит от того, что была за первичная опухоль. Если она была достаточно спокойной, ну, так скажем, да, с благоприятной гистологией, хотя вы знаете, что даже при одномоментном возникновении билатеральной опухоли гистология может быть разной. В одной одна будет, а в другой выше и хуже, да. Но мне более симпатична идея, что это метахронный двусторонний ВИЛМС. Все-таки метастазирование из почки в почку теоретически представить можно, но все-таки мне кажется, что это метахронный ВИЛМС билатеральный и, соответственно, подход такой. Спасибо. И второй вопрос. Тоже интересно. Ваше отношение к препарату БИВАЦИЗУМАП, авастин, потому что на одном слайде вы показали, что среди других препаратов как неэффективный, а вот в публикациях фигурировал в схеме БИВАЦИЗУМАП, то есть тоже ваше мнение. Да, значит, у нас личного опыта нет его использования при рецидивах опухоли ВИЛМС. Мы использовали его при других локализациях. Я показала, вот это то, что использовали в МОНО, а в комбинации, видимо, он работает. То есть вот то, что было опубликовано Логоловкиным. То есть поэтому... А это были ссылки на тестирование в МОНО в МОНО режиме. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще вопросы? Маргарита Борисовна. Вот в условиях нефробластоматоза на фоне его лечения, ваш персональный опыт, какова частота прогрессирования или рецидива в виде опухоли ВИЛМС этих состояний? У нас было очень мало больных таких. И на самом деле... Это такой больной вопрос, нефробластоматоз. Это очень... Вы знаете, мы апеллируем к профессионализму и опыту докторов, которые осуществляют нам визуализирующие обследования. Потому что у нас была ситуация с ребенком, когда мы, видя билатеральное поражение, и нам однозначно было сказано, что это опухоль ВИЛМСа и та, и та, мы начинаем лечить, идем на операцию, органосохраняющий и патолог нам сообщает, что это нефробластоматоз. То есть вот такие вещи. А потом, когда мы вернулись ретроспективно к картинкам, ведь нефробластоматоз... Мы думали об этом с вами, что надо было, наверное, сюда это включить, в нашу конференцию, как выяснилось. Нефробластоматоз имеет очень специфические МРТ-признаки, которые опытный доктор, который знает эти вещи, он сразу настраивает клинициста на то, что это может быть нефробластоматоз. Мы об этом узнали только уже от патолога. У нас был случай прогрессирования в одной почке, когда пошел рост узлов, и, соответственно, это оказалась уже малинизация. Спасибо большое. Еще есть вопросы?